Продолжение следует... Пожалуйста, буду рад на них ответить, так как сегодня у нас будет тоже практическая часть, да, где мы будем показывать касаемо логов, касаемо устранения неполадок, да, и, в принципе, если будут другие вопросы, было бы лучше, наверное, их обсудить сразу, да, имея в виду, может, даже после презентации, да, и уже потом мы приступим к демо. Алексей, спасибо за вопрос, сразу вопрос, можно ли поменять почту, на которой зарегистрирован 3CX? Вы имеете в виду вашу лицензию, правильно? Когда вы получили лицензионный ключ, вы именно хотите его отвязать, да? Я думаю, что можно будет, но здесь придется вам обратиться к менеджерам продаж, региональному менеджеру продаж, вот по этому вопросу. У нас есть команда CSR, тоже там говорят по-русски, можете вот им написать, или же к менеджерам продаж. Пожалуйста, техподдержка у нас с этим не связана, да, и мы имеем очень ограниченный доступ касаемо ключей, там вы видите основную информацию CRP касаемо активации, да, куда, на какой IP резолвит ваши FQDN, да, когда активировались и так далее, да, ну, не касаемо изменений, вот то, что спрашиваете. Коллеги, давайте будем начинать. Первая наша презентация будет по безопасности, как мы сказали, вторая по устранению неполадок. Касаемо безопасности мы рассмотрим, как АТС будет противостоять таким атакам, как BruteForce, DOS-атакам, атакам перебором паролей, атакам прослушивания звонков, ну, в принципе, man in the middle, да, это туда все входит. Да, BruteForce это когда злоумышленник захотит перебирать пароли консоль управления в ваш веб-клиент, также возможно будет перебор паролей на ваших добавочных номерах, чтобы зарегистрировать пользователей туда, да, клиент. Также может быть перебор пароля с RPS, да, мы говорили про RPS, как он работает. Говоря про DOS-атаки, это может быть DOS-атака как на саму АТС, на ваш сервер, да, так и на SIP-транке, да, касаемо звонков, одновременное количество звонков. Прослушивание, да, когда на одном и том же свече кто-то подключается, да, и перепискает весь трафик через себя, захватывая, в общем, пакеты, аудиопакеты, да, и тем самым может даже полностью изучить звонок ваш, да, прослушать и так далее. Рассмотрим, какие есть настройки в АТС и что мы можем предоставить. Перед тем, как говорить про безопасность, да, стоит в целом также учесть моменты касаемо физической безопасности вашего оборудования, да, допустим, сервер, на который вы устанавливаете АТС, должен быть в первую очередь физически защищен, да, чтобы посторонне не могли иметь доступ туда. Далее нужно будет обеспечить безопасность касаемо вашего firewall, да, если у вас АТС устанавливано в локальной сети, да, ограничить доступ на внешние сервисы, чтобы тем самым ограничить на уровне firewall, куда АТС может подключиться, кто может подключиться к ней и так далее. Далее идет безопасность самого устройства, на которое будет установлена АТС после вашей сами телефоны, физические устройства. Следовательно, везде нужно будет делать обновления на последние прошивки, если же сервер установлен на Windows или Linux систему, обновлять вашу операционную систему полностью, да, мониторить апдейты, которые будут связаны именно с безопасностью, с критичными ошибками, с патчами на них. Пароли, говоря про пароли, когда вы будете настраивать пароли к операционной системе, да, вход доступа, пароли к вашим добавочным номерам, да, всегда иметь комплексные какие-то пароли, периодически их менять. И про безопасность касаемо резервных копий, да, мы говорили, что резервные копии вы можете хранить локально на вашем сервере, где установлена сам АТС, вы также можете их отправлять периодически, да, там, скажем, на FTP сервер, SFTP и так далее, да. Следовательно, нужно обеспечить безопасность того сервера, где будут находиться ваши резервные копии, так как в резервной копии будет вся ваша информация касаемо доступа в консоль, в бэкап-файле, да, доступ к добавочным номерам и так далее. Получается, если кто-то получит доступ к этому файлу, да, и в принципе, зачем тогда предоставлять безопасность самой АТС, в принципе, вся информация уйдет, да. Из-за этого в консоли есть возможность производить бэкап резервных копий, мы об этом тоже говорили, и в таких случаях стоит его включать, да, получается, весь файл, все, что содержится внутри файла, будет зашифровано. Алгоритм, который используется, если я не ошибаюсь, ESC-256, да, это то, что будет шифровать его, и только консоль управления, только в момент мастера установки вы можете, в общем, этот файл, да, так сказать, ввести пароль и восстановить. Начнем с добавочных номеров, что предоставляет консоль. Так, одну минутку, вижу, вопрос есть, давайте мы посмотрим. Так, файл резервирования паролица. Да, совершенно верно, Андрей, вы можете в момент создания резервной копии, ваш сам zip-файл, да, задать для него пароль, и он будет, получается, зашифроваться. Так вот, и тоже имейте в виду, касаемо пароля, восстановить его вам никто не поможет, да, техподдержка, если вы его зашифровали и далее забыли пароль, просто забудьте и заново восстанавливайте систему. В общем, касаемо SIP-авторизации, безопасность SIP, что есть в 3СX, по умолчанию у вас будет десятизначные алфавитно-цифровые символы для SIP-ID и пароля. Они будут рандомные, да, из-за этого не стоит вставить какие-то простые пароли сюда, изменяя, я имею в виду, да, эту информацию, ID и пароль. И при, для дополнения возможности безопасности, пожалуйста, добавляйте еще больше комплексный пароль до 50 значений, как для ID, так и для вашего пароля, да, чтобы, в общем, пароль был комплексный. И, как мы уже сказали, периодически эти значения, да, в идеале, там, изменять, чтобы все это у вас менялось. Далее мы говорили про пин голосовой почты, да, мы говорили, что голосовая почта – это также очень важный момент, так как через него можно будет звонить наружу, да, особенно если у вас там есть правила для системных вызовов, да. Так вот, если кто-то, получается, получит доступ к пин-коду голосовой почты, не нужно будет взламывать ваш добавочный номер, чтобы зарегистрироваться, через него звонить, вот прямо через голосовую почту там можно будет сделать. Так вот, его, по умолчанию он включен, да, ваша, ваша голосовая почта, если она не используется, пожалуйста, отключайте ее, да, если же используется, имейте в виду 4 значения здесь для пин-кода, по умолчанию их можно будет увеличить до 10 цифр, да, также стоит учитывать момент, что если кто-то начнет перебирать пароли, 3 неудачных попытки, 2 минуты, голосовая почта будет заблокирована, да, следовательно, вы можете принять далее какие-то меры, да, с вашей стороны. В общем, при отсутствии, неиспользовании данной фичи, пожалуйста, отключайте ее, чтобы не было неприятностей. Далее, касаемо безопасности отдельной настройки, мы говорили про неиспользуемые добавочные номера, скажем, у вас есть какой-то добавочный номер, он пока что может ваш коллега, да, или пользователь АТС, командировки, или не пользуется пока что добавочным номером его, внутренним, вы его можете отключить, да, как это сделать, в самом верхнем меню есть Disable Extension, отключить этот Extension, чтобы он никак не мог использоваться. Далее мы говорили про возможность звонков только в рабочее время, получается, когда будет включена данная галочка, и у вас будут настроены часы в АТС, у вас будут автоматически отключаться звонки, во всяком случае, на внешние линии, да, на внешний номер, никто не сможет позвонить с вашего добавочного номера. Более того, есть еще одна настройка, которая для того, чтобы, получается, звонить на любой внешний номер, звонящий, да, пользователь этого добавочного номера должен будет позвонить сразу на системный номер PIN Protect IVR, да, ввести свой пин-код голосовой почты, и потом в течение секунд, которые вы здесь указали, он сможет позвонить наружу. Получается, вы указали, допустим, одну минуту, да, звонящий позвонил на системный номер, ввел свой пин-код голосовой почты, и в течение минуты он сможет позвонить на какой-то там добавочный, на какой-то внешний номер, да, так вот, получается, даже если кто-то получит доступ к вашему добавочному номеру, да, вот еще будет один вот такой уровень, чтобы нужно было ввести пароль. После у нас есть ограничения по регистрации с внешними IP-адресами, это если у вас телефон и есть стан, как бы это значение по умолчанию, но всегда включено, да, если стан, его нужно отключать, получается, если вы пользуетесь только 3SX клиентами мобильными, или там веб-клиентами, или же настольными телефонами, которые будут подключены через SBC, да, как бы эта галочка должна у вас всегда быть включена, так как она не применяется для регистрации именно таких добавочных номеров. Она используется только для стан, когда телефон будет регистрироваться через внешний IP-адрес, так вот, отключайте его. Далее у нас есть настройка касаемо блокировки туннеля на добавочном номере, получается, так как все у нас клиенты ваши и удаленные телефоны будут регистрироваться через туннель, в общем, чтобы, если вы хотите его заблокировать, чтобы даже туннель не работал, пожалуйста, включайте эту галочку. Далее есть настройка по международным странам, да, мы как бы про них говорили и вчера, и в другие разы, да, в момент установки АТС, что это еще один уровень безопасности, и он будет проверяться уже в самом конце, получается, когда у вас есть исходящее правило, да, которое будет изменять ваш номер, да. Мы говорили вчера, что на уровне исходящего правила вы можете, так сказать, удалить определенные цифры. Так вот, стоит учитывать этот момент, как только уже номер у вас будет модифицирован, тогда будет срабатывать это правило, если номер будет совпадать, получается. Если номер не совпадает формату Е-164 международным кодом стран, да, тогда как бы эти настройки, они не сработают, да, но если у вас формат стандартный такой, да, интернациональный, тогда еще будет один уровень безопасности. Да, так вот, и если у вас даже там, скажем, настроены мосты, через которые будут ходить звонки, как бы вы можете ходить и звонить через другой мост, пожалуйста, вы это можете делать вот таким вот способом и включать эти страны, чтобы вы могли через них звонить. Далее у нас есть безопасность вашего СИП. Получается, мы сказали, что у злоумышленников, если кто-то захотит провести атаку и захватить, скажем, прослушать звук или получить информацию по СИП, по сигнализации, да, вы можете защитить, зашифровать, в общем, сигнализацию звонков, да, используя ТЛС. Чтобы это сделать для настольных телефонов, к сожалению, вам придется это делать вручную и настраивать отдельный телефон. Отдельный телефон, включив регистрацию через TCP и порт 5061, чтобы СИП, да, вы могли зарегистрировать через ТЛС, чтобы он у вас был зашифрованный. Получается, по умолчанию в нашем случае будет использоваться Let's Encrypt, да, внешний этот сертификат, который вы получаете, и ключ, который уже будет находиться приватный на сервере, да, это для вашего FQDN, будет он уже использоваться в СИП-сервере, эта настройка будет находиться, она будет всегда по умолчанию включена. Следовательно, извне и из локальной сети могут подключиться у вас пользователи, зарегистрироваться через ТЛС, да. Мы говорили, что СИП-порт будет всегда порт на плюс один, который у вас по умолчанию получается. Если у вас по умолчанию СИП-порт 5060, да, тогда ТЛС-порт будет 5061. Скажем, у вас СИП-порт, вы, может, его поменяли, там сделали, не знаю, 6060, да, тогда будет ваш ТЛС-код 6061. Если вы хотите регистрировать ваши клиенты для Windows, используя, в общем, ТЛС, пожалуйста, вы должны в добавочном номере зайти в настройку 3SX App, выбрать ТЛС. Далее, когда вы настроите телефон, просто проверить в аккаунте, есть ли включен именно ТЛС. Если в вашем случае используется SSL-сертификат, он был подписан не для 3SX FQDN, а у вас какой-то собственный FQDN, да, тогда нужно убедиться, что SSL-сертификат этот у вас присутствует также в корне вашей операционной системы. Если есть промежуточный сертификат, также он должен быть добавлен в корень систему. Конечно же, он должен добавлен, эти два сертификата должны быть добавлены на уровне операционной, на уровне вашей АТС в настройках SIP-сервера, да. Для полного шифрования, получается, мы сказали про ТЛС, когда у вас SIP-саб-пакеты будут шифроваться, да. Это не полное шифрование, так как еще у вас после соединения, да, после описания сессии между телефоном и АТС, да, начнет передаваться RTP-пакеты через UDP-протокол, в общем, да, чтобы и внутри будет само аудио. Через него можно будет также вытащить всю информацию по сессии, так что его тоже нужно будет шифровать для полной безопасности, и чтобы злоумышленник смог прослушать, да, звонки ваши. Как это сделать? На ТЭС также на уровне добавочного номера у вас есть возможность включить Secure SIP, Secure RTP, и также эти настройки должны быть включены на уровне вашего настольного телефона в настройках именно самого устройства. Если же речь идет о вашем 3SX-клиенте, скажем, для Windows, да, это также настраивается изнутри в самом клиенте. Когда вы настраиваете в добавочном номере, в добавочном номере подгружают всю эту информацию, да, и режим только безопасный, он так и называется Only Secure RTP. Получается, злоумышленник, даже если получит пакет, не сможет его прослушать, так как он будет полностью зашифрован. Подходим к интересному моменту, это антихакинг настройка в 3SX-системе. Получается, когда вы устанавливаете систему, она уже имеет, так сказать, настройки из коробки, которые будут защищать вашу систему. Первый из этих настроек антихакинг-модуля – это защита от неудачных попыток аффентикации, получается, когда злоумышленник начинает перебирать пароли для ваших добавочных номеров, да. Получается, по умолчанию у вас есть значение 25, это количество с одного IP-адреса, количество запросов, да, для авторизации. Получается, после этого, после 25 попыток с одного IP-адреса, что произойдет, IP-адрес поместится в черный список. Так что, имейте в виду, значение данное можно будет уменьшить до минимум трех, конечно же, это будет не идеально, да, так как у вас могут быть удаленные телефоны, скажем, через стан, да, у вас там может быть очень много устройств, да, там за одним IP-адресом, и они когда начнут регистрироваться, особенно если это происходит одновременно, и если какой-то там телефон будет иметь пока что необновленную информацию, да, файл конфигурации, не перенастройте телефон, а телефон использовал старую информацию, кто-то нечаянно в консоли поменял это, да, пароль, телефон еще не получил новую информацию, что произойдет? Вот вся эта сеть, в общем, заблокируется, и ваши устройства не смогут зарегистрироваться на ТЭС. Имейте это в виду, да, в общем, можете это значение поменять. Далее у нас идет значение по DOS-атакам, да, это снова же анти-хакинг-модуль, неудачные запросы Challenging 407. Получается, когда вы будете регистрировать любой добавочный номер на ТЭС, а что произойдет? Добавочный номер отправляет регистрацию, запрос, а ТЭС будет отправлять код 407 для авторизации, да, чтобы, получается, добавочный номер отправил запрос уже с логином и паролем в новом сообщении. И, в общем, злоумышленники часто используют, только начинают отправлять запросы, да, чтобы регистрация, да, и не отвечают на сообщение 407. В общем, у нас есть тысяча значений, количество запросов с одного IP-адреса, да, их тысяча, вы можете их изменить минимум до 100, как бы для, наверное, в идеале хотя бы наполовину поменять, да, вот там поставьте значение 500, имейте в виду про эту настройку. Далее у нас есть три уровня безопасности в течение, получается, когда АТС будет проверять пакеты, да. В зеленом уровне вы настраиваете диапазон в миллисекундах, а в красном и желтом уровне будет считаться количество пакетов, сколько идет в этот отрезок времени зеленого уровня. Получается, зеленый уровень вы настроили в миллисекундах, да. Далее желтый уровень считает количество пакетов. Получается, если в течение миллисекунд, сколько вы указали в зеленом уровне, пришло столько-то пакетов, да, допустим, превысило, допустим, 2000 на 4000, это желтый уровень, в котором ваш АТС заблокирует АП-адрес на 5 секунд, во всяком случае администратор увидит какую-то странную активность пакетов, которые идут с одного АП-адреса, скажем, в диапазоне 200 миллисекунд у вас идет около 4000 пакетов с одного АП-адреса, так вот уже что-то не то происходит, начинается, может, ДОС-атака, это 5 секунд блокируется, если уже идет от 4000 до 6000 пакетов, тогда вы можете уже помещать полностью этот АП-адрес в черный список, когда АТС будет его блокировать. Зеленый уровень, это в миллисекундах отсчет идет, а другие уже в количество пакетов, которые будут считаться. Говоря про черный список, по умолчанию значение будет идти на 24 часа, получается АП-адрес будет находиться в черном списке 24 часа, из-за этого мы не рекомендуем использовать АТС как файервол, чтобы помещать туда черные АП-адреса, они хранились, а для оповещения администратору, что что-то идет не так, и уже далее использовать эти АП-адреса, которые либо это злоумышленники, либо что-то не так с телефонами происходит, с сетью, изучать проблему, почему так это идет. В общем, значение черного списка, сколько там будет находиться АП-адрес, можно изменить, да, вот больше миллиона, да, получается. Это 31 год, 31,7 лет, если все посчитать. Получается в настройках, где вы можете также создать черный список, вы можете поместить туда как один АП-адрес, так целую подсеть, и точно так же вы можете создать белый список, тем самым сделать АТС, чтобы она вообще никак не фильтровала АП-адреса, которые вы указали. Это не идеальный момент, потому что как только АП-адрес, любой или целая подсеть, что вы указали, попадается в белый список, антихакинг-модуль, который есть в системе, не будет работать для этих всех АП-адресов. Получаются счетчики, все, что есть, подсчеты, да, количество запросов 407, количество аффентикаций, количество пакетов с одного АП-адреса, да, в общем, все это будет сразу игнорироваться, так как это будет у вас в белый список. Из-за этого, как мы сказали, используйте АТС именно для определения каких-то проблем, а не для, не как файрвол, да. Далее АТС также предоставляет вам возможность получать АП-адреса с глобального АП-списка. Все злоумышленники, которые как-то имеют возможность там сканировать всю нашу АТС и так далее, у нас, в общем, есть много АТС, которые находятся в удаленных сетях, которые всегда, как бы, собирают информацию, да, и ребята с отдела безопасности все это мониторят и, в общем, определяют все эти АП-адреса, и после создают один список, которые, как бы, все АП-адреса, которые считаются вредными. И вы можете эти АП-адреса получить на ваш АТС, чтобы даже с них трафик никак не шел именно на ваш АТС. Просто включите эту галочку, и вся эта информация будет скачиваться автоматически, да, именно на ваш АТС. Так, про черный список мы уже сказали, как бы, добавлять в белый список доверенные статические АП-адреса и не использовать как файрвол, да, ваш АТС. Далее момент по доступу в консоль управления. Получается, если злоумышленник начнет перебирать пароли доступа в консоль, после трех неудачных попыток с АП-адреса, которого он ходил в консоль, будет попадать черный список, да, три неудачных попытки, введение либо логина, либо пароля попадает в черный список. В АТС есть также возможность сделать ресет вашего пароля, да, получается, тот имейл, который вы указали как имейл администратора, на него может быть отправлено письмо с вашим паролем в АТС. Но здесь есть одно «но». Получается, чтобы вот эта информация стала доступна, сброс пароля, должен быть введен правильно ваш логин. Получается, если у вас логин введен был неправильно, после двух попыток эта настройка не появится. Если же логин был введен правильно, а просто неправильно был пароль, в две попытки появляется вот эта вот настройка. Касаемо неверного пароля, получается, здесь уже лучше его восстановить и зайти на вашу почту администратора, чтобы увидеть, как бы, да, этот пароль, который вы вводите неправильно. Доступ безограниченного ввода логина и пароля можно сделать только с вашего локального хоста, да, используя Local Host Interface, да, и порт консоли управления. Получается, там у вас ограничения не будет. Если введен FQDN, внешний IP-адрес, локальный IP-адрес, вы на сервере, да, даже эти IP-адреса будут попадать в черный список. Получается, вам нужно будет только заходить через Local Host. И вообще, на случай, если уже, как бы, да, вы забыли пароль, вы всегда можете обратиться в техподдержку. Мы через удаленную сессию сможем помочь вам восстановить пароль, в общем, с базы данных. Или же вы сами можете, имея возможность, если у вас есть бокап, зайти в ваш бокап-файл, да, и посмотреть именно там ваши логины и пароль. Они там будут находиться. Также в консоли, в консоли управления, есть настройка по безопасности и ограничение доступа в саму консоль управления. Здесь вы можете ограничить, чтобы только определенные IP-адреса, подсети заходили в консоль. Или же разрешить все, как бы, вот, allow access from everywhere. Могут все подключаться в консоль. Или же разрешить доступ только определенным IP-адресам. Кстати, имейте в виду, что если у вас есть подключение мостов между собой, идут презенсы, IP-адрес в сторонний АТС также должен сюда входить, чтобы все это у вас работало корректно, передавали статусы. РПС. Мы говорили про РПС, что РПС это сервер, который используется вендорами устройств. И АТС, получается, отправляет ссылку для использования РПС для каждого телефона. Как только вы добавили телефон как стан, АТС отправляет запрос в РПС. РПС сервер сохраняет этот MAC-адрес у себя, да, с ссылкой на АТС именно для РПС запросов. Далее телефон, когда включается, получает у вас запрос ввести логин и пароль. На заднем плане, получается, у вас пока что не конфигурационный файл, а просто ссылка на АТС с РПС реквестом, который вы должны ввести логин и пароль, чтобы АТС создала для вас конфигурационный файл со всей информацией, чтобы вы смогли зарегистрироваться. Вам нужно будет ввести логин и пароль, и всего лишь будут три попытки. Получается, если даже злоумышленник знает, что какой-то телефон, его ссылку на АТС, да, получается, чтобы он смог сгенерировать правильно этот пароль, этот конфигурационный файл, ему нужно будет в первую очередь знать MAC-адрес телефона, да. Так что если вы, скажем, добавили этот MAC-адрес в консоль управления, да, и после отключили регистрацию через стан, все это уже не сработает у вас. Если же MAC-адрес, либо добавочный номер, либо пин-код голосовой почты был неверный, три запроса, IP-адрес в черном списке у вас. Такая вот безопасность касаемо RPS. Man in the middle attack – это доступ к вашим клиентам, к вашим веб-клиентам, да, имею в виду, к вашей консолью управления, где будет использоваться FQDN с подписанным под Let's Encrypt SSL сертификатом, и, в общем, из-за этого вы должны использовать доверенные сертификаты, а не подписывать самим, да, чтобы даже пользователи, которые могут не разбираться, да, в безопасности в простых моментах, да, вот касаемо входа в консоль управления, клиент, да, чтобы могли наблюдать через браузер, если есть какие-то ошибки. Получается, если идет какая-то атака Man in the middle, кто-то весь трафик через себя пропускает, вы могли это определить, допустим, в вашем браузере в том числе. Или уже создание конфигурационного файла, да, автонастройки SBC, точно так же, как и на телефоны, будет использовать FQDN-ссылку, которая будет генерировать ATS, чтобы отправить конфигурационный файл на SBC или же на настольный телефон, да, где это все автоматически будет скачиваться, да, точно так же здесь, в общем, не сработает, если будет идти атака Man in the middle, и SSL-сертификаты, да, в общем, не сработают. Ну и, в общем, пару советов от RISX касаемо безопасности. Это если у вас есть удаленные сети, в идеале, наверное, это сделать на уровне ваших сетевых устройствах, сделать VPN-соединение, да, где уже вы точно будете контролировать, что никто не сможет туда зайти, получается, создать туннели VPN, через них зарегистрировать ваши телефоны как локальные. Точно так же, если у вас там будут подсети, каждую подсеть ограничить, разрешить на определенные подсети, да, настроить ACL-листы на вашего файрвола, доверенные IP-адреса. Если же этой возможности нет, касаемо VPN-ов, всегда можете использовать SBC от 3CX, туннель 3CX-овский, и регистрировать телефоны через него, и удаленные провайдеры, которые вы будете регистрировать на порт 5060, тут именно их IP-адреса и разрешить. Конечно же, и говоря про 3CX-клиенты ваши, тут, наверное, вы не сможете полностью предусмотреть эти моменты, да, так как ваш пользователь может быть в разных сетях, GSM-сети, вашего провайдера 3, 4G, или же в другой Wi-Fi-сети, получается, здесь диапазоны, если вы можете заранее узнать, да, и добавить их на уровне файрвола, отлично, если же нет, вам придется хотя бы на этот порт открыть, порт 5061 и порт 5090, открыть, в общем, для целого диапазона IP-адресов в той стране, допустим, где вы находитесь. Коллеги, касаемо безопасности, все, я бы хотел открыть консоль и пройтись по консоли, и посмотреть про те настройки, которые мы только что сказали. В общем, у меня есть ATS, который находится в локальной сети, ну и давайте мы, наверное, сделаем первый момент, касаемо входа в консоль. Видите, я вхожу через локальный IP-адрес, получается, если я введу неправильно логин, два раза я уже ввел, видите, у меня не отобразилось, касаемо восстановления. Если введу еще раз, все, мой IP-адрес попал в черный список. Теперь, чтобы войти в консоль, как я сказал, вы можете это сделать через localhost, здесь уже ограничения у вас не будет. Видите, этот мой IP-адрес попал в черный список. Конечно же, я его сейчас отсюда уберу. Но имейте в виду, что вот таким способом вы можете зайти в консоль через localhost. Через IP-адрес, давайте я зайду через IP-адрес, мы сказали, что после двух попыток, если у вас был правильно введен логин, две попытки, у вас появляется, видите, забыли пароль, где вы можете его восстановить на вашу электронную почту. Электронная почта, на которой будет отправлен пароль, будет доступна вот здесь, почта и уведомления для администратора. Давайте мы зайдем в параметры и в безопасность, и покажем антихакинг-модуль, про который мы говорили. Вот он, он находится прямо здесь. Здесь есть информация, в общем, IP-адресов черного списка глобальная, где будут находиться все эти IP-адреса. Далее, защита от неудачных попыток, авторизации, 407 запросы, период блокировки, сколько будет находиться IP-адрес в черном списке, зеленый уровень, мы сказали, что это интервал времени или миллисекунда, в течение которого начинает работать счетчик запросов. Далее, считаются сами запросы с одного IP-адреса, количество пакетов, желтый список, мы сказали 5 секунд, у вас отобразится IP-адрес, в черном будет заблокировано 5 секунд. Красный список, где IP-адрес уже полностью попадает в черный список. Точно так же есть запросы, кстати, да, на слайдах их пока еще что не было. Возможно, эти настройки будут изменяться, да, я пока что не могу это подтвердить. Касаемо безопасности запросов в лайвчат, так же появились запросы, сколько допущения будет с одного IP-адреса. И есть еще вот такая настройка, про нее тоже мы ничего не сказали, это SSL Secure SIP Transport Алгоритмы. Получается, по умолчанию, новые все системы, которые вы установили, эта галочка будет включена. Что делает эта настройка? У вас, если есть удаленные телефоны, да, как стан, которые будут регистрироваться через HTTP, через HTTPS, получать provisioning файл, это работать у вас не будет, так как все телефоны используют TLS-версии, возможно, 1, 1.1 и так далее, да, получается, эта галочка только работает с TLS 1.2. Как бы все новые телефоны поддерживают этот TLS 1.2, да, для регистрации. И, как бы, да, из-за этого она включена. Так что, если у вас есть какие-то старые устройства, которые вы хотите зарегистрировать, имейте в виду, тогда эту галочку отключайте. Далее мы сказали про TLS и SRTP. Как бы для TLS вашего будет использоваться ваш FKDN от Let's Encrypt. По умолчанию, так как в моем случае у меня был FKDN от 3CX, и он будет находиться в Drive-C, Bin, Nginx. Далее конфигурационный файл и instance 1, да. Получается, здесь находится мой публичный сертификат и мой приватный ключ. Как бы эта информация вытаскивается и помещается на сервер. В вашем случае, если у вас будет свой собственный FKDN, как бы, да, это вы должны все сделать вручную. Получается, вот вся эта информация здесь. Это у меня публичный мой паблик key. И это правит key. Вот он здесь key. Также информация будет идти отсюда. Международные направления. Идеальный пример, но это у меня локальный тест. Я просто все там стал для тестов. Да, вы можете здесь ограничивать. Также у нас есть интернациональные сети разные. Да, ребята изучали, в общем, много моментов, которые пытались звонить через 3CX. Да, используя вот эти вот коды. И, в общем, все здесь страны также доступны. Отдельные сервисы, да, интернациональных сетей. Пароль туннеля, АТС, находится здесь. Далее, учетные данные администратора, если их нужно будет изменить. И доступ в консоль управления. Мы сказали, вы можете разрешить всем, как бы, это значение по умолчанию. Или же разрешить доступ только с определенных сетей, которые вы укажете здесь. Также мы говорили про безопасность на уровне добавочного номера. В параметрах добавочного номера у вас есть ограничения. Это отключать номер, запрещать внешние звонки, звонить через пин-код. Говоря про пин-код, у нас есть системные номера и пин-код Protect IVR. Вот он у нас, по умолчанию, 3C7. На него, в общем, нужно позвонить, ввести ваш пин-код голосовой почты. И в течение, скажем, секунд, которые вы оказали, в этот диапазон времени, вы можете звонить наружу. Запрещать подключение из внешней сети. Подключаться из публичности по туннелю запретить. И вне рабочие звонки, чтобы уборщики, скажем, офиса, не могли позвонить. А, еще настройка по телефону. Если у вас используется приложение 3CX, скажем, Windows, вы хотите его зарегистрировать через TLS, вы должны будете указать транспорт TLS и режим только безопасный. Получается, как только вы эту информацию включите, она будет отправлена к клиенту. Это можно будет проверить, зайти в ваш аккаунт. На аккаунт находится сеттинг. Конфигурация аккаунта. Открываете сам аккаунт. Здесь будет сама информация. Все, что вы настроили, получается, в ATS. И в проширенных сеттингах, вот она эта настройка. SIP-транспорт, SIP-мод. И здесь, как бы, да, должна быть эта настройка включена. Смотрю, если ничего еще мы не пропустили. Да, по голосовой почте включать и отключать голосовую почту настройка. Изменять пин-код. Вот здесь пароль самого входа в ваш веб-клиент. И в настройках телефона будет сама авторизация, если вы хотите изменить ID и пароль. Также здесь, в этой настройке IP телефонов, вы можете изменить пароль веб-интерфейса самого вашего устройства, которое вы будете использовать. Как бы оно рандомное тоже. Вы можете его изменить, если есть необходимость. Да, мы говорили, что вы можете добавлять IP-адреса, создавать их, запрещать их, вставить их сразу в черный список, или же наоборот, убирать их оттуда. Как долго, в общем, они там будут находиться, если это черный список, вы можете указать. Всю эту информацию можно импортировать, также экспортировать, если у вас уже, так сказать, создался этот список. Да, возможно, вы хотите использовать IP-адреса на уровне ваших сетевых устройств. Так, ну все. В принципе, по безопасности мне больше нечего здесь добавить, по настройкам. В общем, если вопросов нет, мы сделаем перерыв на 20 минут и продолжим с нашей еще одной презентацией, где будет демо по траблшутингу. Давайте будем продолжать с нашей последней презентацией по траблшутингу, анализ решения проблем. Рассмотрим, какие возможности предоставит вам 3CX, консоль управления, все, что связано с логами и неприятностями, с которыми вы можете столкнуться и про что стоит знать. Инфопанель. В ней, в общем, в самой инфопанели будет много информации визуальной касаемо ресурсов компьютера, добавочных номеров, системных номеров, времени. Далее вы можете включить уровень подробного журнализования в АТС-системе, где все логи уже будут писаться подробно. Если будет проблема, именно их нужно будет включать. Посмотрим про журнал событий, где он находится, какую информацию он может предоставлять, как ее можно будет фильтровать. Рассмотрим настройки уведомлений, как администраторы АТС могут получать им почту электронную с определенными сообщениями, которые происходят в системе. И посмотрим, как через консоль управления можно будет собирать данные, логи, в том числе и в Варшарк. Отдельно, как можно будет через АТС, через консоль запустить на вашем сервере Варшарк. Инфопанель. Это то, куда вы попадете после момента установки, и вам визуально будет доступна информация о системе, состоянии ее, жесткий диск, оперативная память, CPU. Каждые несколько секунд у вас будет обновляться статус касаемо процессора со штампами времени. Получается, если, допустим, самая простая проблема, допустим, у вас есть виртуальная машина, на компьютере синхронизация времени некорректна. Как результат, вы можете увидеть графу очень странно. Допустим, время может идти вперед и сразу же возвращаться обратно. Что будет говорить на некорректную синхронизацию времени, и вы уже можете посмотреть в логах самой ООС и установить нужный сервис, который будет именно синхронизировать ваше время. Далее вы можете увидеть сервисы АТС, если какой-то сервис остановился или что-то произошло, у вас изменится сразу цвет. Системные добавочные номера, все, что связано с системными номерами, если не, скажем, стали у вас красным цветом, где регистрация происходит, да, это в том числе может быть связано с временем, которое не будет синхронизироваться. В том числе, да, можно увидеть другие возможности, да, моменты, если что-то произойдет. Также мы показывали, как можно мониторить в живом времени ваши звонки одновременные. Здесь доступно подключение транков информации, имейте в виду, ваши мосты, которые вы подключите, также входят сюда. IP-адреса в черном списке, транки ваши, телефоны, и консоль для входа будет доступна только на Linux операционных системах, и в ней будут ограничены команды, которые вы можете вводить. Получается, по умолчанию система будет включена, будет включен уровень журналирования, он будет низкий, да, и для изучения проблем, да, вам нужно будет его поставить на подробный. Также консоль управления дает вам возможность включить резервацию файлов, лог файлов, да, так как по умолчанию АТС, если галочка не включена, касаемо хрень резервную копию логов, да, что будет происходить, файлы, в общем, будут перезаписываться. Файл для каждого сервиса расти, да, больше ударяться, и заново писаться уже новая информация. Если вы хотите хранить всю эту копию, да, особенно если проблема у вас, допустим, столкнулись с какой-то проблемой, там, телефонов, где регистрируются и так далее, да, и вам нужно будет посмотреть, когда это происходит, что происходит на уровне АТС, да, вот, тогда вам придется включить и хранить копию логов, чтобы вы всегда могли возвратиться и посмотреть в определенный день, допустим, или время определенного дня, и взять нужный вам лог. Журналы события будут доступны в событиях SIP и в лог файле, где вы можете напрямую, получается, зайти и вытащить нужный вам файл сервера, самого сервера операционной системы через консоль управления, скачать его локально. Журнал событий SIP вы можете здесь мониторить регистрацию телефонов и звонков ваших, да, и это делать, используя фильтр по дате, также вы можете фильтровать по определенным добавочным номерам, и если вы знаете вызов ID, получается, уникальный ID, который АТС будет создавать для каждого вызова, у него будет свой уникальный ID в системе, если вы перезапустите сервисы, он будет начинаться с единички, да, каждый ивент получается, и вы тем самым можете выбрать этот ID и отфильтровать все, что связано с этим Call ID в АТС. В журнале событий сервера, именно на главном окне у вас будет доступна также определенная информация, такая как предупреждение сообщений, да, у вас три уровня будут получаться сообщений, которые вы можете посмотреть, это ошибки, предупреждения, уведомления. Здесь будет доступна регистрация, допустим, регистрация будет как информационное сообщение, допустим, если ошибки, то, что будет попадать в черный список или неудачные регистрации и так далее, и предупреждение в том числе, да, также будет отображаться у вас другим цветом, следовательно, вы сможете увидеть визуально эту информацию прямо в ходе в консоль управления. Касаемо отправки на электронную почту в событии, мы показали, где находится на предыдущем, на предыдущей презентации, показали, где находится этот электронный адрес, куда будет отправлено письмо, да, это тот электронный адрес, который вы создали в момент установки. Так вот, вы можете поместить более одной электронной почты туда, используя запятую, через запятую можете, скажем, отправить одновременно нескольким администраторам или пользователям, которые также мониторят вашу АТС. Какую почту вы можете отправлять, все это доступно в событиях, допустим, по умолчанию у вас всегда будет включена настройка уведомлять пользователя, если создан добавочный номер, получается, ему будет отправлено приветственное письмо, мы говорили, в которое будет содержать конфигурационный файл и так далее. Если остановятся у вас сервисы, что произойдет, администраторам придет письмо, да, что в определенный момент времени остановился какой-то сервис. Может, вы позвонили, кто-то на ваш АТС позвонил в запрещенную страну, администратор может хотеть узнать, что почему так произошло, либо случайно, либо кто-то получил доступ к консоли к добавочному номеру и пытается звонить сейчас, да, чтобы изучить проблему. Вход в интерфейс АТС на уровне добавочного номера, получается, мы говорили, что вы можете каждому добавочному номеру дать возможность производить вход в консоль управления. Так вот, пользователи, как только будут входить в консоль, администратор будет получать уведомление, да, что определенный пользователь зашел в консоль со своего добавочного номера. IP попадает черный список, какой-то IP-адрес, достигнуто количество одновременных звонков, то, что связано с лицензией, изменяется статус добавочного номера, какие-то ошибки, транк ваш отправляет, да, где вы регистрируетесь, транк изменил статус, скажем, где регистрировался, если он у вас на основе регистрации работает, да, или же кто-то, допустим, позвонил в номер экстренной службы. В общем, от версии, бывает, к версии меняются определенные сообщения, либо добавляется что-то, да, новое, так что имейте в виду, в общем, все эти события вы можете настроить, какую почту, в общем, можно будет получать. Мы сказали про встроенный терминал, он будет доступен только для Linux OS, если вы остановили АТС именно на Linux, на Debian систему, да, и здесь будут определенные команды, они ограничены, то, что введено, получается, то, что запрограммировано изначально, да, и здесь это изменить нельзя. От пользователя Phone System, да, вам можно будет вот такие вот команды ввести, получается, через браузер откроется SSH-сессия на ваш сервер, где вводятся вот эти вот команды ограниченные, где вы можете увидеть память, касаемо памяти, касаемо IP-адреса, может, вы хотите посмотреть жесткий диск, где в команда увидеть дату, посмотреть информацию по рутингу на уровне сетевого адаптера, NS Lookup, узнать информацию определенного FQDN, сделать куэри какой-нибудь пакета, да, если установлен пакет на сервер, перезапустить сервер можно будет прямо используя reboot команду или узнать, как виртуализация используется. Получается, в консоли управления также у вас будет возможность начать захват пакетов. Если у вас система Windows, вам необходимо будет установить Wireshark на операционную систему, чтобы эти настройки у вас работали. Для Linux этого делать не нужно, будет использоваться TCP-Dump, и вы можете выбрать интерфейсы, с которых будет идти захват пакетов. Получается, все пакеты с уровня 2 до последнего уровня приложений сетевого уровня будут захватываться, и вы сможете изучить всю информацию, допустим, касаемо сетевой активности на сервере. И в нашем случае то, что будет касаться 3CX, если это как-то связано с сетью в том числе. Приложение Wireshark даст вам возможность визуально открыть этот файл, который будет захвачен и будет иметь расширение Pickup-файл, и вы можете его открыть на любой операционной системе, на которой установлено в общем приложение Wireshark. В нашем случае большинство моментов будет связано с сигнализацией звонков. Конечно же, здесь также будут другие протоколы, в том числе, если нужно будет изучать какие-то сетевые проблемы, которые могут у вас быть. В нашем случае речь идет о SIP, сигнализации звонков и RTP, и здесь все это будет доступно визуально, где вы можете удобно посмотреть все, что касается сессии звонка, кто отправляет, какое сообщение, время также будет указано. Кстати, время указывается в Wireshark и в UTC. Далее вам уже нужно будет конвертировать которое время на сервере у вас. В общем, стандартное время для всех это UTC, и вы можете в общем мониторить удобно. Также можно будет дебаг аудио проводить, посмотреть откуда, если проблема со звуком, вы можете отфильтровать и посмотреть именно с какой части звонка идет звук. Так как когда речь идет о вызове, скажем, у вас два телефона, всегда будет две части звонка. Первая это от телефона на сервера, далее от сервера до второго телефона, и как вы понимаете, для каждой сигнализации будет отдельная часть звонка и передача сообщений. И здесь вы конкретно, так как захват пакетов будет идти на стороне сервера, вы можете увидеть, откуда будет идти проблема, подслушать отдельную часть и посмотреть, где будет находиться именно проблема вашей стороне. Когда речь идет про сигнализацию, про SIP-сообщение, Session будет так и называться Register, для установки сессии между телефоном и АТС будет использоваться метод Invite, для завершения сессии сообщения Buy, для отмены сессии сообщения Council, для подтверждения запросом, получается, идет комбинация, Invite, далее, когда все подтверждается, должно быть АК сообщения, запрос-ответ Акноледж, АК, АСК, Сабскрайб, для получения информации, допустим, если вы телефон, мы говорили про телефоны, которые входят только в сеть, когда вы сбрасываете на заводские настройки, телефон отправляет мультиказ-запрос и АТС слушает на эти мультиказ-запросы, в общем, как вся эта информация отправляется, вот через Сабскрайб сообщение телефон отправляет такой мультиказ-запрос Сабскрайб, АТС получает его, берет этот весь пакет, разбирает, находит нужную информацию и помещает его у себя в консоль управления, в общем, обрабатывает сип-пакет. Далее, Notify сообщение, оно обычно идет в комбинации с Сабскрайб, это ответ на Сабскрайб, отправляется в Notify, он может быть для BLF-клавиш в том числе, в момент, когда вы настраиваете телефон, в Notify АТС передаст сообщение, даст ссылку на автонастройку, откуда телефон может получить и создать уже запрос, допустим, на АТС, что получить файл конфигурации. Далее, сообщение рефер будет использоваться для трансфера звонков, да, когда, скажем, у вас соединяется сессия, АТС соединила, скажем, два добавочные номера, они находятся, они сейчас разговаривают, и в моменте один добавочный номер хочет взять перевод, скажем, на своего коллегу. Что произойдет? Будет отправлено сообщение рефер, тем самым в рефере будет идти описание, то какой добавочный номер будет на кого переводить вызов, да, и в нем будет идет отдельное описание. Для всех будут применяться коды ответов и запросов, сообщений, да, допустим, диапазон от 100 до 200, это обычно информационные сообщения или предварительные ответы, допустим, если телефон звенит, телефон отправит сообщение, 180 рингинг, когда вы видите сообщение 180 рингинг, да, это вы знаете, что в тот момент телефон начал звенеть, и как результат, получается, он получил сообщение, начал звенеть, так как он доступный, и как вы, как АТС получает это сообщение, да, вы можете знать, что в это время телефон, в общем, уже звенел, да, так он запрограммирован, настольный телефон в его прошивке, да, точно так же и АТС. Далее, диапазон от 200 до 300, это финальное сообщение, обычно, когда успешные ответы, допустим, подтвердила сессия, 200 ок, или же идет рефер, 202, вот, допустим, да, подтвердился рефер, подтвердился перевод, кто-то успешно произвел перевод звонка, был в рефер, в вашем СИП сообщении. Диапазон 300 до 400 также финальное, это не перенаправление вызова, допустим, 302, moved temporary, мы сказали, что на добавочном номере в профайлах отсутствует, не беспокоить, с переводом на внешний номер вы можете указать, включить галочку 302, это когда вы полностью передаете вызов на ваш провайдер, чтобы уже провайдер принимал решение касаемо этого звонка, вызов не висел на ваш АТС, да, это вот можно сделать. Диапазон 400 до 500 это также финальное, обычно ошибки здесь, ошибки при запросе, авторизация идет, допустим, неудачная попытка, все знают, ошибку 404, здесь в том числе в СИПе это есть, если номер занятый, придет сообщение 486, busy here, сессия, да, как бы не заканчивается неудачно, финальное сообщение сервера от 500 до 600 это отказ сервера, что-то не пошло не так, 600 до 700 это ответ о полном невозможности установления сессии. Давайте рассмотрим пример с регистрацией, как он используется, какие сообщения будут использоваться в регистрации, пример телефона с левой стороны, phone, и сервера с правой, мы видим, что телефон отправит сообщение о регистрации, так как в нашем случае 3CX будет сервером, он будет ждать, чтобы к нему подключились, телефон отправляет сообщение зарегистрироваться, АТС отправляет ему сообщение, про которое мы говорили 407, пожалуйста, подтверди авторизацию, далее идет новый запрос, получается, был первый запрос без какой информации, далее идет второй запрос, уже в которой будет информация с логином и паролем, если совпадет вся эта информация, сервер разберет пакет и информация будет сходиться с базой данных, тогда 200 окей, значит сессия успешно будет завершена и телефон зарегистрируется, в заголовке register вы увидите также время, в течение которого добавочный номер будет зарегистрирован на сервере, в нашем случае видите значение 120, мы видим, что сном устройство зарегистрировалось на сервере и в описании сессии было 120 получается в количестве миллисекундах значение, получается в течение двух минут телефон будет зарегистрирован на сервере, и в течение этих двух минут если телефон не отправит новое сообщение о перерегистрации, что да, я еще здесь, я доступен, у телефона будет две минуты, после которых сервер просто завершит соединение с этим телефоном, телефон это знает, так как когда АТС подтвердил в 200 окей, что зарегистрировалось все, и телефон периодически через минуту отправит новое соединение, новую информацию с регистрацией, будет поддерживать соединение сервера, вот так будет выглядеть описание сессии звонка, когда телефон зарегистрировался уже на сервере, и телефон хочет, скажем, позвонить либо другому пользователю на АТС, добавочному номеру, либо позвонить на внешний номер, да, вот пример с методом invite, да, что телефон делает, телефон отправляет invite сообщение, АТС его принимает, снова же говорит телефону, еще раз представься, целью безопасности, телефон говорит, окей, acknowledge, я получил это, давайте новое сообщение, в котором уже invite будет помещать ID и авторизацию, да, если все это успешно совпадает, АТС отправляет другое сообщение уже другому телефону, или же на внешний сервер звонит, и если вторая сторона, да, мы видим сообщение 100 trying, получается, пока что еще пытается соединение произойти, и когда видим сообщение 180 ринген от сервера на телефон, это значит, что вторая сторона, куда сервер отправлял сообщение, уже отправила серверу, что тот телефон звенит, и как результат, когда телефон уже ответит, получится сообщение 200, 200 окей, значит, все отлично, и уже начнет отправляться звук, сообщение buy будет указано в конце, когда сессия будет закончена, скажем, если buy приходит от телефона, это значит, телефон просто положил трубку, да, закончится разговор, как результат АТС подтверждает, что buy сообщение получено, следовательно, будет оно уже перенаправлено другому пользователю, да, и вызов будет завершен, вот так выглядит сообщение invite, если вы его откроете через wireshark, где будет описано каждое из полей, которое мы сейчас рассмотрим, видим, что SIP Session Initiation Protocol метод invite, как в методе invite, да, мы видим поле, кстати, from, to, contact, вот оно поле, from, to, contact, via, потом call ID, CSEC, sequence number, мы видим описание методов, которые будут поддерживаться, allow, да, что разрешено, invite, info, да, вот эти, в общем, все методы, описание сессии будут указаны здесь, количество максимальных переводов, агент, как бы, да, давайте рассмотрим отдельно каждую, получается, когда вы отправляете письмо, я уверен, что все писали письмо когда-нибудь, да, с почтового адреса своего, да, там тоже есть заголовок, from, и tu, да, from, это вы, кому будете писать, и tu, куда вы хотите отправить письмо, точно так же и здесь, заголовок from, это адрес вызывающего пользователя, откуда идет звонок, и заголовок tu, это куда, кого будем вызывать, адрес вызываемого пользователя, помните, когда мы говорили про SIP, про номера DID, про входящие правила, вы можете настраивать правила на DID и на Color ID, да, мы сказали, что когда идет речь про DID, АТС будет смотреть в заголовок tu, получается, это куда звонящий звонит, так как tu, это DID номер, который у вас уже есть на АТС, и в который вы задали, есть еще CID, это на основе Color ID, это уже АТС будет смотреть в заголовок from, кто звонит, в этом примере у нас речь пока что идет про стандартные добавочные номера, скажем, добавочный номер 100, звонит 102, как бы, да, но если речь идет про внешние транки, это будет описываться from и to, да, эти поля, from, мы видим, что звонит добавочный номер 100, звонит to добавочному номеру 102, обратите внимание, в IP-адреса добавочного номера 100 и 102, у них один и тот же IP-адрес, почему, потому что и номер 100, и номер 102, зарегистрированы на одном и том же сервере, да, получается сервер для них, как бы, общий шлюз, по умолчанию сервер будет знать, кто такой 100 и 102, из этого 100 обращается на сервер, и говорит, что я хочу поговорить 102 пользователям, в поле Contact, будет указана информация, уже телефона, откуда идет запрос, указывается IP-адрес, на котором устройство будет доступно, и ожидает сообщения, также мы видим, что используются порты, через два и точия указывается этот порт, с которого идет запрос, мы видим порт 5060, получается, значит, телефон, также использую стандартный порт 5060, если вы видели какой-то другой порт, не пугайтесь, так как это клиентская часть, она как бы так и должна использовать такой же стандартный порт, так, значение, вижу, вопрос был Алексея, это как бы уникальное значение, именно в этот момент, когда было отправлено сообщение, ну, рандомное это значение, оно будет каждый раз изменяться, заголовок вайя, в том пакете, да, в этом инвайте, будет указывать на обратный маршрут, и все, что связано с SIP, если у вас, скажем, большая там сеть, да, и подсеть, и телефоны, да, к ней подключены, и, в общем, через разные подсети будет это сообщение идти, может, у вас там и фаервол есть, несколько фаерволов, да, и через разные сети будет идти все, всегда это все будет дополняться в поле вайя, получается, чтобы, если пользователь, скажем, отправит серверу сообщение, сервер, получав сообщение, знал, в каком порядке отправлять сообщение обратно, получается, каждый заголовок будет описан здесь, например, два, несколько вайя, каждый собеседник SIP, добавляет свое, свой собственный адрес и заголовок, да, если у вас какой-то там прокси сервер стоит, SIP, он всегда добавит, в общем, свой вот такой заголовок, например, если у вас используется SBC, да, АТС, телефон отправит на SBC, добавится заголовок, SBC уже добавит свой заголовок туда, и перенаправит на сервер, и сервер, это, конечно же, все будет знать, и, в общем, далее перенаправлять точно так же. Большинство, много разных вайя, заголовках будет описано, ну, от ваших, может, провайдеров, да, вай провайдеры, у них, может, многие разные сервера есть, которые, в общем, да, и будут указывать все эти маршруты, заголовок Call ID, это также уникальный идентификатор, но идентификатор самой сессии части звонка, получается, пришел, если вызов идет с провайдера, да, пришел он в АТС, с самого, с вашего провайдера, далее он попал, скажем, на голосовое меню IVR, голосовое меню IVR, перенаправило его в очередь, далее очередь перенаправила его на одного пользователя, один пользователь взял, перевел на другого, представьте, сколько уже разных частей звонка, все общее у них будет этот Call ID изначальный, который был получен провайдером, это будет уникальный Call ID для каждого звонка, далее, для перевода отдельного, скажем, звонка уже внутри системы, допустим, от IVR на очередь, будет отдельный Call ID, другой уникальный Call ID, далее, перевод, в общем, на каждого будет свой Call ID, но все что общего, это может быть заголовок, который будет изначальный, который будет уникальный, идентификатор сессии, ветка звонка, далее, к этому идентификатору Call ID будет привязано другой заголовок, он бы как идет в комбинации, он же, Sequence ID, идентификация связывания пакета в ветке, получается, создается ветка и к ней описывается, допустим, ну, пример, кстати, наверное, у нас будет на следующей странице, Sequence, вторая сторона, устройство, которое используется, например, телефон А звонит телефону Б, телефон А укажет, какое устройство, как бы он поставит штамм, что я телефон А, моя марка E-Link, модель телефона SIP-T46G, я использую прошивку 28-83-0-20, и мой майк адрес, вот такой, это, допустим, E-Link телефон, у них вот такой стандарт, описание, своей информации по агенту, какую он имеет, АТС, конечно же, в нашем случае 3SX, будет указывать здесь 3SX Phone System, и версию ее в том числе, пример с авторизацией, помните, когда мы получаем invite, нам другая сторона должна, АТС, если отправить сообщение 407, далее идет авторизация, так вот, смотрите, когда получается invite, идет запрос, меняется sequence number, смотрите, у нас был sequence ID номер 1, и так как ID пока что на вызов не поменялся, он же один и тот же, идет звонок, просто от DESP авторизируйся, вот у нас второе сообщение, оно также прикрепляется к call ID, один и тот же уникальный номер, но теперь у него изменился другой sequence номер, он уже стал номер 2, он также относится к этому уникальному caller ID, он просто был другой, то есть также, если здесь какие-то будут идти изменения, у них будет изменяться sequence номер, этот sequence номер также применяется и к регистрации, из-за этого, если у вас идет регистрация, скажем, один телефон у вас зарегистрировался, как узнать, если телефон, у него закончилась регистрация, конечно же, вы начнете изучать все пакеты, если увидите, что в моменте у него sequence номер изменился, там обнулился, начался заново, вы знаете, что в общем, наверное, произошла какая-то ошибка, он закончил, он дерегистрировался, и заново начал регистрацию, из-за этого номер изменился, в общем, это то, что касается invite, в том числе sequence номер может меняться, в момент авторизации мы видим отпрос сообщения без ID и пароля, далее мы видим прокси авторизацию, где указывается его юзернейм, и пароль, конечно же, у нас тут будет зашифрован, и мы его как plaintext не увидим, но user agent, видите, он у нас, в принципе, то, что указано, это из-за этого, при возможности, если у вас есть в локальной сети, вы можете вот шифровать TLS-ом все эти сообщения, чтобы зловомышленник даже посредине, если начнет собирать все эти пакеты, не увидел такую вот информацию, далее важная часть каждого SIP-сообщения, это SDP, получается, SIP всегда идет в комбинации SDP, получается, если SIP это session initiation protocol, то SDP у нас session description protocol, SDP это протокол, который будет описывать использование кодеков определенных, которые будут использоваться телефоны, и их последовательность, плюс информацию, куда нужно будет отправлять звук, звук, видео, факс, да, будут описываться здесь, у каждого кодека будет свой уникальный номер, да, он как бы имеет стандарт, говоря про SIP-SDP, да, у каждого кодека свой стандарт, допустим, 0, 8, 0 это один кодек, 8 это другой, 9 это другой кодек и так далее, да, в общем, 0 кодек это вот P7U, да, G7, G711, U, потом у нас есть G711A, это PCMU, PCM-A кодеки, потом у нас есть кодек G712, да, это он 9 номер имеет, видите, потом есть G729, у него другой кодек уже 18, потом у нас есть 101, это значит, что телефон будет поддерживать DTMF event, да, который вы можете, скажем, вы позвонили в IVR, и вы можете нажать на единичку, там, или на двойку, и вот эти ивенты начинаются от 0 до 15, получается, можно какую-то, передать какую-то информацию через клавиши, в каждом SDP это будет описываться, да, получается, если проблема у вас SDP, вы нажимаете что-то, или ATS не принимает, или телефон не принимает, да, в первую очередь нужно убедиться, телефон, когда сессия начиналась, телефон поддерживал вообще этот ивент, да, если поддерживал, окей, теперь нужно будет посмотреть в 200, окей, когда ATS ответила, поддерживал ли ATS, когда они договорились, что номера передаются, да, все это, в общем, описано в сессии, также мы видим IP-адрес, который указан здесь, и видим порт, получается, если речь идет сейчас про аудиопередачу звука, там, да, мы знаем, вот, исходя из этого пакета, что звук должен быть отправлен на вот этот вот IP-адрес, и на вот этот вот порт, предлагаются следующие кодеки для использования передачи звука, приоритет, самый главный кодек это PCMU, и далее сверху вниз, в общем, идет по приоритет кодеков, а там, конечно же, вы уже посмотрите в договоре, как два телефона договорились, если ATS между ними, договорились, какой кодек использовать, идем дальше, пример самого Wireshark, если вы откроете Wireshark, да, у вас будет, как бы, очень удобное приложение, да, если им пользоваться, если научиться пользоваться, как фильтровать нужную информацию, да, в общем, очень много можно сделать, фильтр вы можете произвести, допустим, да, все пакеты у вас будут, начиная от уровня 2, и до приложения, Application Layer, все будет здесь, получается, можно будет отфильтровать, в нашем случае, сигнализацию, SIP протокол, да, написать SIP, и все, что связано с протоколом SIP, будет отфильтровано, да, все пакеты, потом вам, допустим, вам нужно будет более детально, да, вы хотите посмотреть все, что касаемо invite методов, что вы можете сделать, вы можете указать SIP.method, с большой буквы, начинается метод равняется, 2 равно invite, и будет все invite уникальные, да, отображаться здесь, запросы. Если вы хотите посмотреть уникальный invite, и полностью все, что связано с каждым invite, да, из этого вы вводите метод, sequence метод, мы сказали, что есть Color ID, он уникальный, и для этого уникального Color ID есть еще sequence номер, так вот, вы можете таким способом отфильтровать все, что касается метода invite, и его последовательность, получается, мы видим метод invite, далее видим 407 сообщений от ATS, потом заново второй invite, это получается у нас уже метод, sequence номер 2, потом идет trying, и так далее, да, и здесь уже, наверное, скорее всего другая сессия, новый invite идет, trying, ringing, 200 окей, в общем, вся информация вот будет здесь. Другие примеры фильтров, касаемо invite, касаемо методов, sequence метод invite, это, допустим, можно будет использовать sequence метод invite, если же есть необходимость фильтровать методы subscribe, точно так же, методы register, и методы notify, точно так же, да, конечно же, вы можете добавить намного более комплексный фильтр, допустим, с определенного IP-адреса, да, если вы уже знаете конкретно, что смотреть, также это можно указывать здесь. Далее, если вы хотите отфильтровать определенный звонок уже по call ID, это тоже можно будет сделать, вы знаете, что есть такое поле call ID, если вы его выберете и нажмете правая кнопка мышка в Airshark, apply filter, оно у вас ведется прямо здесь, и вы можете посмотреть все, что касается этого call ID, всю информацию про него, про именно про сессию, да, потому что можно также отфильтровать, там еще есть новая сейчас настройка в Airshark, call ID, я не помню, как называется, я покажу, да, и можно даже поместить туда ваши RTP пакеты, все, что связано со звуком, в том числе, будет отображаться. Как бы вот, в принципе, все, что касается SIP, да, так, поверхностно. теперь пару слов про техподдержку, если вам придется обратиться, да, у нас есть очень много информации на сайте, много документации, я, кстати, делился с вами PDF-файлом, где там попытался собрать какую-то информацию, в общем, у нас есть мануалы, у нас есть документация на каждое устройство, если это поддерживаемое устройство, если даже какие-то настройки фаерволов, какие-то настройки шлюзов и так далее, все наступно на сайте, где вы можете ознакомиться. После ознакомления этой информации обращайтесь тогда в техподдержку, да, уже после, чтобы вы примерно имели представление, да, где что находится, потому что очень много информации доступно и, возможно, если вы почитаете, все, да, будет доступно и решится ваша проблема, имею в виду, да. Кто может обращаться, это действующие партнеры, NFR, клиенты, у которых есть подписка, да, на заявки или же любой, кто захотит приобрести заявку в 3CX. По каким вопросам, что поддерживается с нашей стороны, мы говорили об этом не раз, это также в наших тестах, сертификации, возможно, будет вопрос, какие телефоны поддерживаются, да, мы сказали, это только поддерживаемые телефоны, про них не раз говорили, с поддерживаемыми прошивками, поддерживаемыми шаблонами, получается, теми шаблонами, которые предоставил нам сам вендор и прошивки, и метод настройки должен быть по стандартам 3CX, да, вы не вручную настраиваете телефон, а через именно поддерживаемый метод, да, у нас здесь plug-in play настройка автоматическая, и вы должны именно использовать ее. Какие, если речь идет про вой провайдеров, имейте в виду, что у нас есть поддерживаемые транки, не во всех регионах их много, да, но мы можем предоставить полную техподдержку по полностью тестируемым и поддерживаемым транкам, да, если же провайдер не поддерживаемый, поддерживаемый, с нашей стороны, техподдержка будет ограниченная. По каким вопросам? По всем продуктам, связанным с 3CX, если у вас проблемы с Windows клиентом, веб клиентом, мобильными приложениями, пожалуйста, обращайтесь, поддерживаемым устройствами. Как можно обратиться? Через систему заявок и через телефон. И по телефону, да, можете позвонить. В принципе, все касаемо теоретической части. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Я бы хотел сделать небольшое демо. Как можно отфильтровать RTP протокол, чтобы определить проблемы с передачей аудио? Борис, хороший вопрос, я это вам покажу. И мы сделаем пару звонков и посмотрим, как мы это можно будет сделать, если, допустим, речь идет по настольным телефонам. Если у вас будет, скажем, другой вопрос, также можно будет попытаться на него ответить. Коллеги, пожалуйста, вопросы по слайдам. Если же давайте хотите, я возвращаюсь, что-то посмотрим. В принципе, как бы, много информации, если еще первый раз кто-то, не стесняйтесь. Просто, если нет вопросов, поставьте знак какой-нибудь, чтобы мы время не теряли и продолжилось демо. Давайте я поделюсь с вами снова своим удаленным экраном. Я нахожусь на своем удаленном сервере, удаленном, он у меня в локальной сети с настольными телефонами, чтобы мы смогли сделать демо. В моем случае у меня есть два телефона, которые находятся на столе. Это телефон 141 E-Link и 142 S-NOM. Именно я их буду использовать для звонков, чтобы посмотреть, как и где что находится. Мы сказали, что в консоли управления есть логи. Давайте мы теперь посмотрим, где они находятся. Журнал событий SIP будет содержать определенную информацию. Получается, у нас здесь есть захват пакетов. Мы сказали, что нужно установить Wireshark. У меня он уже локально есть. Пока что могу не запускать. Открою, чтобы показать. В Wireshark есть такое приложение, оно уже установлено. Кстати, когда вы устанавливаете Wireshark, там нужно будет выбирать определенные адаптеры, чтобы они у вас могли включать вашу сетевую карту и LoopBug. Очень важный LoopBug интерфейс, потому что в нашем случае, допустим, есть приложение 3CX и SBC туннель, которые используют LoopBug. Получается, трафик, который будет отправлен через туннель, вы как стандартный SIP-порт, вы его не увидите, потому что он использует 5090, там все зашифровано, если еще идет со внешних IP-адресов. Но, в общем, когда он приходит на сервис туннеля, он потом уже по LoopBug интерфейсу, через сервисы на уровне операционной системы отправляется на другой сервис. И здесь, так как все это будет направляться через LoopBug, мы сможем его отследить через LoopBug интерфейс. И когда вы установите Wireshark, вот этот LoopBug интерфейс у вас появится, вот NTCP LoopBug адаптер, он как бы установится, и такой большой плюс, где вы можете увидеть в том числе LoopBug трафик. Из-за этого, когда производится захват пакета, вы должны указывать все интерфейсы, если будет на TCP пакеты. Теперь нам нужно будет включить подробное журнализирование в АТС. Как это сделать? Я зайду в параметры и выберу, как бы у нас есть низкий уровень, он как бы ни о чем, есть средний, есть подробный. Давайте я включу подробный, также включу резервную копию журнала событий. Нажмем OK. Как только я нажму ОК, сразу у нас, кстати, я включил, у меня есть такое приложение Seguin, где я могу в реальном времени мониторить логи АТС. Это все, что находится на сервисе. Сервис у меня, System Service АТС, я его мониторю, а этот у меня другой сервис, сервис консоли управления. В реальном времени я могу мониторить, если есть такая необходимость, так как бы я хотел показать, вот есть такой тул, у меня как бы Windows система, да, среда, и команды, которые я вожу, как бы будет использоваться как для Linux, такая среда под Windows систему, да, делает ее как для применения Linux команд. Теперь, все логи, которые сейчас пишутся, они пишутся где-то локально у меня на сервере, да, из этого я их мониторил, где они находятся, у меня есть папка Program Data, получается жесткий диск C, Program Data, 3CX, Instance 1, Data, и вот Logs, Logs File, все эти логи сервисов, да, доступны здесь, ну, не все, большая часть из них наступна здесь. Если я сейчас открою консоль, зайду в сервисы, да, мы увидим, у нас много сервисов, есть Enginex сервер, для него отдельный лог, есть Media Server, отдельный лог, отельный модуль сервера, отдельный лог, SIP сервер, да, получается, для каждого сервиса отдельный лог, IVR сервер, который, как бы, да, вот в комбинации с Media Server, да, воспроизводить информацию, да, вот он у нас здесь, IVR сервер. Потом у нас есть сервер, который часто мы смотрим, это SIP System Service, все, что касаемо системы, будет писаться здесь, в System Server Logs, вот он этот сервер, System Server, потом есть у нас сервис, который также передает много информации, это Management Console, все, что касается консоли управления, статусов присутствия, да, это Service Management Console, вот он здесь, тоже много информации, он будет нам давать, ну, для начала, как бы, да, есть еще Q Service, вот все, что касается сервисов очередей, как они работают, что там происходит, будет писаться вот здесь, каждый отдельный звонок, потому что у них там свои отдельные ID, на каждый обзвон, каждого пользователя, проверки, кто был в очереди, в общем, все это будет писаться здесь, если вы подключили отельный модуль, пожалуйста, он также будет у нас в отельный модуль отдельный, Log, сервер конфигурационный, все, что вы настраиваете, все, что будет идти в базу данных, да, будет проходить вот через конфигурационный сервис, и сервис туннеля, все, что связано с приложениями, с SBC, будет ходить отсюда, да, и писаться в этом логе, из-за этого мы сейчас включили подробное журнализирование, и так как логи до этого у меня писали в маленьком, я не хочу, чтобы были, старая информация была в них, из-за этого я перезапущу сервис, и получается, стерем всю ненужную информацию, давайте я перезапущу, SIP сервер, и даже базу данных, ну, давайте пусть все это перегрузится, и у нас будут чистые логи, с самого начала они будут писать, кстати, где еще у нас находятся файлы, логи, бокапы, смотрите, у нас есть папка logs, есть папка бака внутри, здесь у нас будет, для, так как мы указали, 5 дней, да, будут находиться логи на АТС, на каждый день, если файл будет, скажем, расти, оригинальный, перед тем, как его удалять, АТС его поместить сюда, файл укажет здесь время, когда было создано, там число, дата, да, время, у вас сюда будет копия, получается, на один и тот же файл, может быть несколько разных копий, также есть логи, которые находятся в папке data и logs, да, здесь у нас другие логи, enginexlog, лог конфигурации, АТС, если, скажем, у вас там обновляется сертификат, и так далее, потом media server log, где все, что с созданием, на media server, когда идет энкодинг звука, декодинг, да, все это будет описываться здесь, так, веб конфигурация, в принципе, я сейчас покажу, как можно будет собрать логи, через консоль управления, чтобы все эти логи, именно для вас, вот когда неприятность вас произвели, вы могли их собрать, одним нажатием кнопки, да, не локально ходить по папкам, да, это показал на случай, если нужно что-то мониторить, в реальном времени, допустим, я использую, SIGWIN, да, потому что, те же самые команды, могу использовать потом, допустим, на Linux системе, да, через SIGWIN, могу зайти на свой сервер, мне устанавливать отдельное приложение, пати, использовать его для мониторинга, как Windows, так и Linux систем, допустим, в моем случае удобно, если кому интересно, ставьте, пробуйте, так, что у нас тут происходит, все сервисные, сервисы у нас запустились, отлично, давайте теперь я зайду в консоль управления, посмотрим, если мои телефоны зарегистрируются, перенастроим их на всякий случай, это журнал событий SIP, у нас есть журнал событий SIP, да, где мы горели, вы можете посмотреть журналы, да, напрямую на сервере, те папки, как бы у вас доступны сразу, в моем случае Windows, вот все, что мы горели, зашел я локально, теперь через консоль, вы можете скачать отдельно каждый файл, если нужно, глобальный и instance, это был глобальный, глобальный, то, что касается Nginx и других логов, теперь есть еще возможность отобрать нужные звонки, да, по дате, по добавочному номеру, или же по уникальному Coloradip, у нас пока что звонков не было, из-за этого нет значений здесь, давайте мы сделаем следующее, я позвоню с добавочного номера 141, на добавочный номер 142, и мы в этот момент произведем захват пакетов, и разберем все логи от начала до конца, зайдем в SIP события, выберем все интерфейсы, и начнем захват трафика, получается на сервере на моем, сейчас включился в Irshark, и он захватывает пакеты, кстати, этот в Irshark я пока что закрою, мне не нужен, что мы делаем, теперь я звоню, 141, звонит 142, давайте мы ответим на звонок, тест, тест, и остановим захват пакетов, обратите внимание, у меня есть возможность скачать пикап файл, и скачать всю информацию, касаемо конфигурации, получается создать весь целый пакет для техподдержки, давайте я зайду, создать для техподдержки весь пакет, и теперь мне на почту должно быть отправлено электронное письмо, ссылка на скачивание в консоль управления, именно этого файла, я сейчас еще открою консоль управления свою, чтобы смог скачать этот файл, пришла ссылка, через которую я смогу скачать этот файл, если я перейду по ссылке, так как у меня уже есть консоль управления, только тогда я смогу скачать файл, если я получается буду находиться в другом, на другом сервере, я этот файл скачать не смогу, так как мне нужно знать, будет вход в консоль управления, теперь я хотел вам еще показать один момент, перед тем как скачивать этот файл, где он находится, потому что когда ATS его создает, весь этот файл для логов, он будет находиться, 3CX Data, Program Data, Instance 1, Data, и вот такая папка есть, называется Website Temp, временные папки для логов, вот она здесь, теперь смотрите, когда я на него нажму, я хотел показать вам, что ATS его удалит потом этот файл, опять сейчас я введу логин и пароль в консоль управления, видите, как только я скачал файл, локально он уже не стал доступен, на сервере, имейте это ввиду, если кто-то из пользователей, вы кому-то дали ссылку, и вы потом не находите ее на сервере, значит был запрос, и он ее попытался скачать, в общем смотрите теперь на эту папку, Downloads, вот она эта папка, я ее скачал, там еще на рабочий стол, если мы ее откроем, мы увидим всю информацию, которая нам в принципе нужна в логах, в логах будет все логи, все что нам нужно, в том числе пикап файл, который мы захватили, вот он здесь, находится в логах, давайте мы его откроем, и посмотрим, что там мы его переместим, давайте мы сделаем следующее, распакуем этот фолдер, и откроем мой TCP dump, я этот troubleshooting делаю на своей виртуальной машине, не очень здесь ресурсы, так что будет подвисать, теперь давайте посмотрим, здесь обратите внимание, будут находиться все пакеты, в том числе loopback, если нужно, вот оно здесь, этот loopback, теперь нам нужно найти SIP, все что связано с SIP, есть под меню телефонии, и VoIP calls, VoIP calls мы видим два вызова, почему два, потому что первый вызов идет от телефона А до АТС, далее АТС на телефон Б, второе наоборот, получается у нас две ноги звонка, мы можем теперь выбрать эти две ножки, да, и посмотреть flow sequence, то что мы говорили, идет запрос с IP адреса, 10.25.54 на 10.25.77, 77 это моя АТС, это мой сервер, помните, адрес я заходил, 77, давайте теперь откроем внутренность пакета, вот я, как только я выбираю пакет, Wireshark меня перенаправляет, его сюда, и открывается протокол, я хочу открыть сам протокол, мне не нужно изучать пока что, фреймы никакие, никакие IP адреса, и так далее, да, нас интересует все, что касается SIP, здесь мы можем посмотреть, что есть SIP headers, да, и SIP body, мы помните говорили, SIP header будет описывать сам SIP, SIP body будет у нас описывать дискрипцию звонка, все, что связано с этим вызовом, из-за этого у нас это все идет в комбинации, давайте мы посмотрим, что тут произошло, у нас добавочный номер 141, звонит добавочному номеру 142, поле from, хотелось бы также пару формулировок сказать, поле from, первое то, что идет после from, это будет display name, SIP field, поле SIP, display name, далее от SIP двоеточие до собачки, это у нас идет user part, потом после собачки, это уже идет host part, а после двоеточия порт, это уже host port, почему я так говорю, если вы завтра столкнетесь с моментами, касаемо вашего провайдера, исходящих параметров, вот есть SIP заголовок, что такое display name, вот from display name, from display name, это вот T46, получается буквы, которые передает нам телефон, потом есть from user part, это SIP, это 141, это вот эта часть user part, далее после собачки идет, мы сказали host part, название хоста, IP адрес его, это может быть и в KIDEN, и так далее, и далее уже идет SIP порт, получается видите, здесь, когда речь идет про провайдеры, вы можете, так сказать, манипулировать этими полями, так, идем дальше, смотрим, что происходит, звонит телефон, мы видим один, тот же IP адрес, получается они у нас на сервере, и теперь в контактной информации, мы видим IP адрес самого телефона, обратите внимание, наверху, 10-25-54, это IP адрес нашего телефона, также мы видим, что этот телефон у меня, T46S, с прошивкой, и с MAC адресом, вот MAC адрес, они у меня находятся на одном и том же свече, в Ethernet пакете, да, вы можете увидеть, вот он MAC адрес моего телефона, следовательно верно, все правильно, далее, описание сессии, мы видим телефон мой, указывает, что звук, для отправки звука, он будет доступен, вот на вот этом порту, и на вот этом вот IP адресе, теперь кодеки, которые телефон поддерживает, 08918101, эти кодеки, давайте мы зайдем, в мой телефон 141, и если я зайду, в настройку телефона, и в кодеки его, да, вот они, смотрите, такие же кодеки, то, что мы указали, чтобы телефон поддерживался, PCMU, PCMA, G722, G729, такие кодеки, телефон предлагает, если я бы изменил, здесь последовательность, их точно так же, было бы здесь, описано в сессии, как бы, лучше брать было бы, да, вторую часть звонка, после авторизации, потому что, могло бы здесь, еще кое-что поменяться, да, мы видим, информация, ничего не поменялась, просто здесь, добавилась информация, касаемо ID, авторизации, да, это, если я зайду в консоль, можно будет посмотреть, если это телефон ID, видите, ID совпадает у нас даже, теперь мы видим сообщение, когда приходит на сервер, далее, что делает сервер, так как он его получил, он отправил сообщение, телефону, trying, пока что он пытается, да, соединить, в этот же момент, сервер отправляет звонок, уже на наш другой телефон, так как он знал, к кому обратиться, да, и что он говорит, что, from 141, вам звонит, да, вот этот телефон вам звонит, обратите внимание, вот этот главный момент, касаемо звука, сервер телефона указывает, что для соединения, будет доступен телефон, на адресе, 1025.054, порт, и кодеки, которые указываются, получается, если мы посмотрим на эту часть, та же самая информация здесь, получается, что в этом случае значит, что сервер через себя, звук пропускать не будет, так как телефон не находится, в одной и той же сети, записи вызовов, не записываются на сервере, да, следовательно, телефоны будут отправлять звук, напрямую, да, из-за этого, аудио пакеты, мы здесь не увидим, получается, Борис, для вашего примера, да, мы сейчас сделаем еще один запрос, я вот хотел показать настройку сервера, добавочного номера, 141, в параметрах, видите, у нас запись отключена, и, есть еще такая настройка, проксирование аудиопотоков, видите, она тоже у нас отключена, следовательно, сервер через себя пропускать звук не будет, в этот момент, мы видим, телефон у нас, трайнг отправляет, и далее начинает звенеть, как только вот это сообщение получаться, в эту же секунду телефон уже звенит, мы видим, что он отправляет, он пока что звенит у нас, информация, что это сном, контактная информация, видим порт его, видите, сиппорт у него совсем другой, если посмотрим сюда, здесь порт 50-60, здесь вообще порт, 46 854, и вот мы видим сообщение 200 окей, значит телефон ответил на вызов, здесь телефон указал IP адрес, куда можно отправлять звук, и на какой порт, и какие кодеки использовать, и АТС, как мы видим, перенаправляет это сообщение, нашему главному телефону, Елен, который звонил, в 200 окей, видите, теперь сообщение, user agent, что это идет, АТС, и АТС в этом сообщении указывает, IP адрес нашего телефона, который ответил на звонок, вот этот вызов, тот же самый порт, и тот же самый IP адрес, 64100, описание кодеков, в принципе, все, потом идет вызов, и мы из-за этого теперь не сможем отфильтровать UDP пакеты, касаемо звуков, да, как бы коллеги, пожалуйста, до этого момента понятно, понятно, да, вот как искать информацию, где что находится, в принципе, такое самое основное, ничего сложного, да, давай теперь рассмотрим тот же самый пример, но теперь только с захватом пакетов, на АТС, и с записью разговоров на АТС, да, так как проксировка будет уже, мы сделаем, записывать все вызовы на 141, и записывать все вызовы на 142, запускаем интерфейс, теперь звоним 142 на 141, запишите сообщение, затем нажмите решетку, или нажмите звездочку, для соединения с оператором, да, у нас телефон, в день 1 статусе, окей, давайте еще раз попробуем, получается, вот здесь будет два звонка, 141, отключаем на звонок, тест, тест, вызов завершен, останавливаем пакет, давайте скачаем только пакет, и потом отдельно создадим файл для конфигурации, да, именно для техподдержки, скачаем только этот TCP dump, и теперь можно будет скачать еще один файл для техподдержки, техподдержка в правом верхнем углу, создаем файл, и отправляем его на почту, наш TCP dump находится в Downloads, давайте мы его откроем, зайдем в Telephony, VoIP Calls, и мы видим, здесь есть два звонка, мы знаем, что первый звонок, это был, который мы попали в голосовую почту, второй звонок, это который мы ответили, давайте мы выберем второй звонок, кстати, здесь время есть, включен, можете посмотреть, у нас здесь, видите, лупбак, получается информация, давайте открываем этот, и теперь посмотрим разницу между этим вайршарком, да, как бы здесь я уже вижу RTP, значит, уже звук идет через ATS, открываем, смотрим, какой порт, и какой IP адрес используется, в этом случае, в первом инвайте, да, мы видим локальный IP адрес, и высокий порт, теперь, когда ATS отправляет сообщение на телефон, этот адрес мы должны, мы не должны увидеть, мы теперь должны увидеть, что-то другое, да, совершенно верно, мы теперь видим адрес, самой ATS, и его другой порт, что это значит, это значит, что ATS говорит телефону, отправляя звук сюда, как результат, проксировка идет через звук, а через ATS, 200 окей, телефон отправляет, говорит, что окей, я буду доступен за этим IP, за этим портом, и ATS, когда отвечает уже телефону 200 окей, первому, который звонил, также указывается локальный IP адрес, ну и посмотрите, здесь уже совсем другой порт используется, для телефона A, который звонит, порт 7052, для другого телефона 7054, другие порты, теперь, зная эти порты, мы можем отфильтровать, давайте мы, кстати, мы говорили, что можно фильтровать по call ID, давайте мы посмотрим вообще, как отфильтровать вызов по call ID, если я зайду в самый главный мой invite, вот у нас здесь поле call ID, я могу взять фильтр, мы его отфильтровать, и посмотреть всю информацию, касаемо этого звонка, не так уж и много, invite, как бы, ну оно у меня так уже визуально, но если только SIP сообщения, вот они здесь, но здесь нету RTP, нету нашего UDP протокола, как это сделать, это можно будет сделать, если я выберу мой пакет, и вот помимо call ID, у нас есть еще такое поле, называется generated call ID, если я его выберу, тогда, посмотрите, сейчас будет все, что связано с этим звонком, и у нас есть сигнализация, и далее звук, ну лично я бы, да, я бы это не сделал, да, таким способом, я бы отфильтровал звук чуть по-другому, я покажу, как бы это можно еще сделать, другой способ, как бы, да, допустим, если вы хотите отфильтровать только этот вызов, да, его отдельно сохранить, это также можно будет сделать, допустим, вы можете взять файл, потом сделать экспорт, экспорт specified packet, типа экспортировать именно выбранные пакеты, здесь будет указано, да, 400 пакетов, из 19 тысяч, можно будет этих сохранить, отдельно экспортировать, если кому интересно, да, давайте посмотрим, как можно отфильтровать только RTP traffic, так как я знаю, что телефон мой, да, отправляет звук, вот с этого IP адреса, с этого порта, я могу отфильтровать по порту 51838, давайте я попробую, udp.port равняется 51838, так как RTP у нас передается по UDP протоколу, да, вот, пожалуйста, я вижу информацию от телефона до сервера, да, получается 1 час звонка, вот у меня здесь видна, мы видим, что пакеты бегут в одну и ту же сторону, как мне теперь эту информацию послушать, или сохранить, или вообще что сделать, если я выберу любой пакет из этой серии, да, и теперь зайду в телефоне, у нас есть вот такое вот меню, которое называется RTP, и есть RTP streams, получается, если я зайду RTP streams, мне покажут все стримы, которые у меня есть, да, в моем случае я не хочу смотреть все стримы, я хочу посмотреть стримы, которые только интересуют меня, конкретно этот стрим, передача звука от IP адреса 156 до сервера, и, кстати, обратите внимание, сервер, помните, у нас был порт 7052, когда вот здесь было 100 окей, 200 окей, и именно вся информация бежит в одну, в две стороны, получается, если было проберка, проберяемо звуком, вы бы видели, пакеты отправлялись бы только в одну сторону, не шли бы обратно, более детально, вот мы сейчас это рассмотрим, мы выберем RTP, stream analysis, главное, чтобы не упал на сейчас варшарк, тут у меня памяти мало, смотрите, у нас открылся теперь статистика, да, открыла статистика на звонки, мы видим звонки forward и reverse, на самом деле это логически, то, что отображается для нас, главное, то, что информация ниже forward, в нашем случае, именно в этом случае, это передача информации от IP адреса 1025.077, с порта 70.52 на адрес 1025.056, получается, от сервера на АТС, эта информация наступна в окне forward, получается, если я сейчас захочу сохранить только вот эту часть звонка, я могу это сделать, нажав save, и скачать информацию только forward stream, видите, можно скачать forward and reverse, комбинацию ту и другую, могу скачать только одну часть звонка, часть ноги от сервера на АТС, а потом еще и другую, давайте я скачаю по одной, это получается, у меня будет сервер на телефон, на IP phone, который заканчивается на 56, теперь я могу скачать отдельную часть звонка, от, видите, reverse окно, это телефон отправляет на АТС, точно так же можно скачать и послушать, и теперь, конечно же, вы можете изучить, здесь, в этом окне, вы можете изучить каждый стрим, получается, как мне узнать, корректно отправлять сервер информацию, или нет, здесь у нас много значений, здесь уже вам придется самим разбираться, сколько, как это работает, что такое дельта, что такое max, q, что такое jitter, какие значения должны быть, в общем, вкратце, номер пакета, и номер, секвенс номер, секвенс номер, это, как мы сказали, последовательный номер, мы знаем, если придет пакет 1, за ним должен прийти пакет 2, потом пакет 3, так далее, так вот, здесь можно увидеть, если все пакеты, касаемо звука приходят, мы видим, что последовательность у нас идеальная, приходят все пакеты, задержка у них нету в миллисекундах, там 0,12 миллисекунд задержка от каждого пакета, как бы все вроде отлично у нас идет, получается, если был бы пробел, какой-то потеря пакетов, у нас бы номер, скажем, от 2,100, потом следующий был бы, 2050, допустим, да, и говоря про звук, один пакет содержит всего лишь 0,02 звука, получается, вы потеряете 5 пакетов, вы как бы, ну, никто не поймет, что там проблема со звуком, да, если теряется намного больше пакетов, да, здесь вот уже можете, да, это можно почувствовать, так что, как-то так, пакеты, которые от телефона на сервер, то же самое, видим, секвенс номера, у нас идеально все идут, статистика вроде отличная, и также Вайршарк дает возможность нам прослушать каждый стрим, да, если я нажму play streams, у нас даже график появится, и вы можете увидеть стрим от телефона source IP, от ATS на телефон, и теперь от телефона на ATS, и вы можете их прослушать, как бы, да, прямо здесь, в моем случае, я еще сейчас отдаленная машина, ничего это не воспроизведется здесь, да, но я думаю, в принципе, идея понятная, как фильтровать, еще раз, мы отфильтровали только одну часть звонка, да, от одного телефона на ATS, теперь нам, конечно же, нужно отфильтровать, и другую часть звонка, как это сделать, такой же момент, мы знаем, какой порт будет использоваться на ATS, или же на телефоне, можно отфильтровать таким же способом, 7054, фильтруем, или же 12112, ну, я отфильтрую по 70, 7054, UDP, выбираю пакет, анализируем на этот стрим, и вижу другую картинку, от сервера уже на другой телефон, и то же самое, можно будет изучить, и прослушать звонок, имейте ввиду, Варшарк дает вам возможность прослушивать не все кодеки, в моем случае был кодек P7U, и именно он использовался, теперь давайте открою логи ATS, и мы посмотрим по логам каждого, помните, мы говорили, на каждый вызов у вас будет уникальный call ID, как это посмотреть, если я зайду в отбор, у нас уже стало, видите, три звонка, кстати, первый звонок был удачный, второй, помните, был там, DND статус, да, и из-за этого сейчас третий стал звонок, как бы, я знаю этот call ID, но представьте, если у вас там тысячу этих телефонных звонков, как найти этот звонок, да, из-за этого у нас есть еще один тул, сейчас я скопирую этот файл, что мы создали, он был отправлен мне на почту, но я его перекопирую напрямую через website temp, вот он у меня здесь, и помещу его на рабочий стол, откроем папку, в логах у нас есть три файла, BLDF и BLDRAC, получается, это все, что касается логов ATS, именно общих логов, да, потому что у нас есть логи для каждого сервера, а есть еще общие логи, теперь, чтобы открыть общие логи, вам нужно будет скачать среду, да, получается, одна программа, которую наши разработчики также создали, для именно просмотра этих сообщений, программа доступна на сайте, binloguer называется, да, и теперь, что она делает, она может импортировать этот файл, я теперь его выберу, на рабочем столе он у меня находится, я создал только что эту папку, 1837, вот она, если я зайду в logs, вот она открывает как бы любой из этих файлов, да, я должен открыть файл BLDF, так как он за собой подтащит другие файлы, да, и здесь уже будет все детально, касаемо всех событий, связанных с ATS, будет описано, да, у меня так как немного активности было, вся эта информация здесь, конечно же, сами понимаете, представьте, найти этот звонок, отследить его, это будет тяжело, из-за этого мы говорили про уникальный call ID, да, если вы его знаете, вы его можете выбрать здесь, и отфильтровать, я его знаю, что это call ID 3, а как мы его убедимся, что это call ID 3, давайте мы откроем наш последний вайршарк, кстати, пока что эту ненужную информацию, и первую вайршарк я закрою, это нам тоже не нужно уже, мы знаем, что это мой самый первый инвайт, да, который отправил мой телефон, и у него есть свой уникальный call ID, я если его скопирую, и теперь открою в этом приложении, и могу сделать поиск, давайте я там еще вверх, вставлю этот call ID здесь, и нажму enter, теперь программа возьмет этот input, и пробежится по всем полям, в принципе, вся сигнализация, да, также сохранена здесь, получается, она нашла уже, что этот cpd есть, теперь если нажму еще раз enter, мы видим вот полностью этот инвайт, который пришел на сервер, и мы видим эту информацию звонков, здесь мы видим, что это call ID 3, уникальный, звонит добавочный номер 142, DN, это extension мой, и теперь я могу отфильтровать, если я отфильтрую по call ID, нажав два раза, у меня сразу включается этот фильтр, я могу применить его, если я его применю, у меня будет вся информация в системе, связана с этим call ID, получается, я могу увидеть каждый шаг, что делала система в этот момент, когда пришел вызов, видите, так как идет запись разговора, даже показывается, где на сервере она у меня записывается, да, давайте я еще применю такую галочку, получается, видите, сейчас у меня отфильтровались логи, только стало все, что касаемо этого звонка, а я хочу посмотреть, со всеми логами АТС, да, еще больше информации, оно у меня будет выделено красным цветом, так как я знаю call ID, и еще, что это caller ID 3, я теперь, когда начну поиск, вот он у меня сразу вниз поведет, и укажет, что он начинает самый звонок, да, и теперь между ними, я могу также делать выводы, что делал АТС, мы видим, что идет incoming call, это invite от телефона, далее, АТС делает building target, пытается создать правило, что позвонило, проверяет время, видите, в системе правила, которые есть, смотрит, если добавочный номер 141, так как именно я ему и звоню, да, вот 140, from to, 142, звонит 141, видим, идет проверка на 141, если он занят или нет, busy check, extension 141, not busy, он не занят и сейчас, телефон зарегистрированный, следовательно, АТС может позвонить на этот номер, создается routing, маршрут АТС делает и начинает делать обзвон, отправляет invite на телефон, ringing stage уже идет, сейчас где-то мы должны увидеть сообщение 180 ringing, контактная информация, вот она 180 ringing, в принципе, да, с телефона, в принципе, вот таким вот способом можете использовать binlogviewer, и здесь очень много информации, как бы, да, наши тренинги не предоставлены, вебинары, да, по изучению этой программы, ну, вы можете сами вот попробовать и фильтровать звонки, например, вы хотите фильтровать все сообщения, которые register, да, допустим, добавочный номер 141, и все, что касается регистрации, если я применю, и отфильтрую, 1141, можно отфильтровать все, что касаемо регистрации и пользователя 141, можно посмотреть всю эту регистрацию здесь, кстати, помните, мы говорили про sequence номер, да, это номер, то, что мы говорили, будет изменяться каждый раз, по два сообщения у нас, значит, регистрация всегда поддерживалась у нас, вы можете это убедиться, что проблемы с регистрацией здесь не были, в принципе, все, коллеги, я думаю, очень много информации на, на одну тему, пожалуйста, вопросы, коллеги, пожалуйста, да, Алексей, какой у вас вопрос, когда поддержка заканчивается, пуш сообщения не приходит, да, совершенно верно, поддержка, вы имеете ввиду, подписка, да, на вашу лицензию, да, но это так и должно быть, если нет подписки, сервера не поддерживает, да, не отправляет пуш сообщения, даже если лицензия бессрочная, насколько я помню, да, это более коммерческий вопрос, вот, связанный у них, насколько я помню, с технической точки зрения, да, если нет поддержки, да, обновления не будут идти, и сообщения пуш тоже не отправлялись, пожалуйста, совершенно верно, идеально было бы в примере, сделать пару звонков на вашем сервере, да, разобраться в них, и, конечно же, если вопросы, у нас есть форум, можете обратиться, да, у кого есть возможность позвонить, техподдержку, я буду рад услышать, пообщаться, объяснить, еще раз, может, что-то повторить, разобраться с какой-то проблемой, в принципе, все, у меня больше нечего здесь добавить, да, binlogvure, я не знаю, если вы помните, кажется, показывали на сайте у нас, если что, ссылочку снова вам скину, вы можете вот скачать, binlogvure, как бы, да, оно там касается уже таких проблем, которые с сервером, да, если что-то как-то не работает, уже как увидеть, какой добавочный номер был, зарегистрировал, не был и так далее, все это вот именно доступно там, по изучению, а так, да, в принципе, ставьте, пробуйте, приходите на следующий вебинар, они у нас будут заново повторяться, в принципе, одна и та же информация у нас, коллеги, хотелось бы всех поблагодарить за выделенное время, за посещение наших вебинаров, и до встречи, все доброе, до свидания, спасибо большое.